В Кремле опять совсем обиделись на Европу, но тут привалило счастье от формулы Штайнмайера, и даже Лавров изобразил улыбку. Но не стоит спешить с выводами. Причиной обиды на Европу стала резолюция Европарламента от 19 сентября о важности европейской памяти для будущего Европы, в которой Сталин и СССР были названы виновниками Второй мировой войны наравне с Гитлером и Третьим Рейхом. В сентябре 2009 ПАСЭ принимала подобную резолюцию – воссоединение разделенной Европы, поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе в 21 веке. Теперь еще и Европарламент стал копаться в заплесневелой булке истории и выискивать в ней изюминки. Это сравнение истории с заплесневелой булкой выдал на гора никто иной, как Путин, выступая 1 сентября 2009 года в Польше. Вестерплатте на мемориальном митинге в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. Путин не оговорился. Вычитал это сравнение с бумажки, привезенной им из Москвы. Выискиванием изюминок в этой булке, по его мнению, занималось правительство Польши, указывая на пакт Молотова и Риббентропа и на тот факт, что Сталин и Гитлер сговорились и напали на Польшу. На пакт указывают и не одни поляки, как на документ, доказывающий существование такого сговора, вопреки советско-российской мантре о том, что Гитлер напал на Польшу сам по себе, а Сталин сам по себе. Путин тогда также заявил, что виновница Второй мировой войны – это Польша, а не Рейх и СССР. Если Польша в 1939 году приняла бы Берлина и отдала бы ему небольшую часть своей территории и вольный город Гданцк, чтобы Германия соединилась с Восточной Пруссией, то и войны бы не было, по мнению Москвы. Взамен Польша получила бы инвестиции и финансовую помощь от Рейха и должна была с ним заключить союз, подобный Италии и Венгрии. Но поляки отказались от такого заманчивого предложения Гитлера, чем испортили ход мировой истории и настроения Путину. Путин, чтобы поляки не портили ему настроение и картину мировой истории, устроил им через полгода в апреле 2009 года Вторую Катынь в аэропорту Смоленска. Но без криков можем повторить. Однако поляков это невразумило, и они продолжают выискивать изюминки в заплесневелой булке истории. В Кремле и сами любят поковыряться в этой булке и периодически наковыривают из нее то дедов на палочках, то передвижной картонный или фанерный рейхстаг в зависимости от бюджета. Путину в 2009 перевести стрелки на Польшу не удалось. Это его открытие даже в России одобрил только Жириновский. Он, реагируя на резолюцию Европарламента, опять повторил виновница войны Польша. Еще можно перевести стрелки на архиепископа Йозефа Тисо и Словакию, армия которой 1 сентября 1939 захватила две телефонные будки в Польше и еще что-то, но в Кремле на это не решаются. Слишком невелика вся Словакия, получившая независимость от Гитлера, чтобы стать автором мировой войны. Не впечатляет даже впечатлительных россиян. Кремлю также не хочется портить еще и отношения со Словакией, из которой поджигателя войны не сделаешь, как не тушься. Поскольку Польша в качестве виновницы Второй мировой войны смотрится все-таки неубедительно, даже если того хочется Путину, то российская историческая наука в 2009 потужилась попыталась перевести стрелки на Японию. Тогда от науки поступило предложение считать началом мировой войны Могденский инцидент 19 сентября 1931, после которого началось вторжение японской армии в Китай. Япония это солиднее, чем Польша, но предложения науки в Кремле не поддержали. Во-первых, Курилы, во-вторых, продолжительность войны придется растянуть с 6 до 14 лет и еще много но. В итоге, к 80-летию Второй мировой войны российская наука и пропаганда оставили в покое идею о Польше виновницы войны и вернулись на старые советские оборонительные позиции и стали пафосно рассказывать о том, как мудрый Сталин остановил войну тем, что начал ее. Можно попробовать объявить еще и Финляндию виновницей войны. Если бы она отдала карельский перешей к Сталину, то СССР на нее бы и не напал. Но финны, как и поляки, оказались очень непонятливыми, как позже и грузины с украинцами. Тоже не хотят отдавать России своей территории. Но есть проблема. Если бы Сталин не напал на Финляндию, то она была нейтральной, как Швеция, и к концу войны могла воевать бы на стороне антигитлеровской коалиции. Мудрость Сталина в том и была, чтобы принудить Финляндию после Зимней войны, к союзу с Рейхом, а затем на нее напасть снова. Так и произошло. 25 июня СССР в ответ на нападение Германии вновь напал на Финляндию и даже официально объявил ей войну, что с ним случалось крайне редко. Но хитромудрый Сталин не учел блокады Ленинграда, которые он якобы хотел предотвратить нападением на Финляндию в 1939-м. В результате от голода умерло от 600 тысяч до полутора миллионов ленинградцев, включая тех, которых вывезли из города. Де-факто Сталин чужими руками основательно зачистил город, беспокоивший его все свое время своей оппозиционностью и претензией, что город Ленина, а не Москва, должен быть столицей СССР. Об этой финско-блокадной изюминке из-за плесневелой «Булки истории» в Москве по понятным причинам вспоминать не любят. О других изюминках тоже, поскольку все они вместе с «Булкой» приводят к неизбежному выводу, что нынешняя Третья мировая война и мифическая формула Штайнмайера прямо связаны с хитромудрым Сталином и его интригами, приведшими ко Второй мировой войне. Третья мировая – это прямое продолжение Второй мировой, которое стало возможным потому, что Сталин и Молотов не сели на скамью подсудимых на Нюрнбергском процессе. В Европе это понимают и пытаются задним числом исправить ошибку. Для чего к 70-летию и 80-летию начала войны и приняли упомянутые резолюции, заставившие Кремль нервно дергаться. Сейчас в Кремле задергались заметно энергичнее, чем в 2009-м, поскольку после аннексии Крыма эта война стала понятием отнюдь не умозрительным, а вполне реалистичным. В Кремле тоже сделали свои выводы из-за плесневелой булки истории о том, как Сталин поссорился с Гитлером из-за Болгарии и Турции, так как не смогли их поделить. Вторая мировая война на старте имела два реальных сценария. Первый – Рейх, СССР и Япония полюбовно делят Европу и Азию, а затем британские и французские колонии в Африке. Италия, Испания и Португалия с их колониями стали бы приложением к Рейху. После этого партнеры, располагая ресурсами Старого Света, могли бы заняться и новым, так сказать, социалистическим обустройством нового света. Социализм был официальной идеологией в Рейхе и в СССР, и неофициальной в Японии, где адаптировали под себя австромарксизм. Но партнеры не смогли договориться по некоторым частным вопросам. Вдобавок, Гитлер и Сталин смотрели друг на друга как на младшего партнера, чтобы не сказать, как на попутчика, которого нужно использовать и ликвидировать. Так как оба слишком спешили в реализации плана своей гегемонии, то такой сценарий войны Старого Света с Новым и передела Африки не состоялся. После этого запустился второй сценарий. В войне побеждает или Рейх, или СССР. И затем Гитлер или Сталин в союзе с Японией начинает второе покорение Африки и войну Старого Света с Новым. Для США с осажденной Великобританией в такой ситуации был лишь один выход – поддержать слабого, чтобы не допустить гегемонии в Старом Свете Гитлера или Сталина с союзной им Японией, которая была на своей волне, и их войны с Новым Светом. Япония из-за того, что была на своей волне и не сильно оглядывалась на Берлин, и еще меньше на союзную ей Москву, решила самостоятельно начать свою войну с США и Новым Светом. В основном лишь потому, что Вьетнам и Филиппины – намного более привлекательные территории, чем при Амуре Камчатка с Якутией и Сибирью в придачу. С Китаем в Токио надеялись договориться по тому же принципу, по которому тот договорился с Монголией. В Китае есть провинция внутренняя Монголия, и все, что вне ее – это провинция внешняя Монголия. С особым статусом по разрешению сначала императора, затем Гоминьдана, а потом и Компартии. Япония, начав войну с США, непроизвольно запустила войну Старого Света с Новым по третьему сценарию, которому в Старом свете не были готовы ни Гитлер, ни Сталин. В результате Старый Свет оказался расколот и не мог воевать с Новым Светом, единым лагерем. В Кремле из этой булки сделали прямолинейный вывод. Если вы решили уничтожить США и закрыть Америку, то надо не в Йеллоустонский вулкан ракетой целиться, а добиться мобилизации под себя всей Евразии, а теперь еще и Африки. Рассказ о метком попадании ракетой в жерло вулкана отдать в пользование пропагандистам, а серьезным ведомствам заняться возвращением в золотые времена пакта Молотова-Риббентропа, поскольку Китай на своей волне, подобно Японии 1931-1945 годов. Благо Германия сейчас ядро Евросоюза. Так что если внушить Берлину и его политическому пригороду Парижу, что европейцам пора перестать быть марионетками и сбросить иго Америки, то можно, если не уничтожить физически США, то многого добиться. Отсюда и те особые отношения Москвы с Берлином, которые Кремль хочет с 2014 года выстроить. Получается так себе, судя по тем шараханьям, которые наблюдаются в МИД и пропаганде Российской Федерации на немецком направлении. Москва то грозит Берлину, можем повторить, то льстит без мира и сочиняет формулу Штайнмайера. Резолюция Европарламента от 19 сентября, принятая по инициативе Литвы и Польши, родила в Кремле идею запретить немецкую волну в России, а некоторые РоссСМИ даже разразились статьями с призывом к малым народам Европы восстать против немецкого ига. На украинцев этот призыв не распространяется, им предписывается следовать формуле Штайнмайера, изготовленной в Москве, и тому, что в нее там вложат. Можно сказать, что Кремль после горькой обиды на Европу за резолюцию по пакту выковырил для себя из булки сладкую изюминку от формулы Штайнмайера и успокоительно ее посасывает.